вы знаете ситуация сложилась таким образом ну если вы изучали мою биографию я уже с трех лет спорте мне отец тренер я всю свою жизнь занимаюсь всеми этими спортивным скажем так всю жизнь живу этим и в хоккее уже 10 лет мне сейчас 39 29 лет я в хоккее привет всем кто в хоккее не менее 29 лет финале кубка стендли для далласа кажется все кончено минувшей ночью они уступили в овертайме тампе и молниям осталось сделать только один шаг далласу бы тренера поменять у нас есть кандидаты неожиданно для всех динамо минск победила в екатеринбурге и теперь у команды 4 победы подряд при этом они ничего не подтасовывали что не характерно для белорусов динамо минск одерживает четвертую победу подряд и пока это главная сенсация первого месяца сезона в лидерах они и потому что получили техническую победу над йоккельтом но в победной серии эта встреча не учитывается что же происходит то не было никаких оснований для такого результата у крэйга вудкрафта не поменялась система много белорусских игроков а легионеры не пользовались спросом других командах кхл а я скажу что случилось вообще ничего не поменялось минчане очень много пропускают а к доминику фурху очень много вопросов но получая в среднем более трех шайб за игру динамо забивает больше отметим что пока это единственный клуб но еще и йокерит который не сталкивался с эпидемией коронавируса все сильнейшие в строю все тесты отрицательные даже визит в подольск и москву ничего не изменил иммунитет крепкий у ребят но сейчас команда ездит по глубинке россии а там к мерам безопасности относятся не так строго в итоге тренер мог рассчитывать на всех сильнейших а соперники наоборот выходят против них разобранными два матча с крутыми командами с нормальным составом закончились для клуба плохо они уступили и уфе и казани хотя при этом тоже много забили то есть очевидно что атака перевешивает оборону только не всегда это приносит пользу глядя на игру динамо не возникает ощущение что они выступают идеально проблем хватает но пока везет я бы из-за этого не слишком серьезно относился к тому что клуб находится так высоко в таблице дождемся периода когда остальные придут в себя за авангард дебютировал клим костин а рид буша отправился на две недели бороться с известной всем болезнью локомотив слишком много плакал и стонал но как и в случае с торпеда все оказалось не так и страшно спар также пытается решить кадровые проблемы но очень странно просмотровый контракт подписали с защитником никита певцакиным о котором мы летом и осенью говорили несколько раз сначала удивлялись что он не может найти команду затем поражались тому что он не выглядит лучшим в кунг луне а потом недоумевали почему он отклонил пусть и скромные предложения но от клуба кхл непонятно зачем он спартаку то есть до китайского периода я бы еще объяснил это но сейчас просто развожу руками в обороне у красно-белых такие проблемы которые не решит один защитник тем более который склонен к атаке они к тому чтобы охранять вратаря таких команде слишком много даже перебор плюс они все медленные а никита тоже не обладает большой скоростью какую дуру пытается закрыть алекс нарок видимо ему не понравилось как на просмотре действует лямин понятно что есть серьезные вопросы гончарову да и остальные далеки от идеала но сильнее ли певцакин особенно теперь когда мы знаем как он играл летом за кунг лунь но и на рынке то никого на ум приходит только демидов домосед но у него какой-то затяжной конфликт с сибирью про нестерова и воинова забудем а вот поискать среди ребят которые ждут сезона вхл стоило бы можно же договориться или попытаться договориться соска насчет нападающих алтебармакяна и мальцева узнать как дела у защитника валиева но в клубе пошли слишком простым и странным путем акбарс не особо радовался голам ворота ска и это главный итог встречи между питерским клубом и командой дмитрия квартального и последнее илья каблуков вчера вышел в матче против слабого кунг луня много играл но решил главную задачу для себя теперь его сухая серия достигла 97 матчей и до юбилея совсем немного мы его больше ждем чем победу над коронавирусом до свидания между нами и команды очень плохо слышно и что-то со связи нас видимо хакеры какие-то появились усилий американские